Ну что, таскаем. Сумки. Да вроде бы уже все принесли. Там еще чуть-чуть осталось. Привет, Андрюша. Здравствуйте, тему дому. Привет! Маруська, привет! Ой, Боже, Боже, Боже! Ой, ребятушки, слава Богу, добрались. Так, сумки. Сумки я ставлю. Привет, Маруся Климова. Андрюш, что-то много еще? Все, все. Включи тут свет нам. Включи свет. Сейчас будем руки мыть. Как тебе дома? Класс! Как, да, Лиза? Ребятушки, привет, привет, привет. Все, мы приехали. Сейчас Маруся! Привет! Привет! Маруся, Маруся, привет! Привет, моя хорошая! Привет! Привет! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Так, все, мы им руки раздеваем, потом поснимаем. Ура! Маруся, угомонись! Ах ты пришмандовка, ты малолетняя. Что у нас сегодня? Ну, как всегда, лососевый пирожок. Уже подоспел плохо. Я предлагаю тогда холодненькое кава брюд розовое. Кава брюд розовое или Жан-Поль Шанель? Да. Кава брюд розовое. Это мои ножки. Ой, мне очень нравится. Как тебе лакс? Класс! А у меня вот. Опа! Мы такие с тобой. Зарабатываем. Идем на премию! Идем на премию! Нет, это премия! Петрович, идем на премию! Штука баксов не меньше! Нет, 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 нет. Иначе выпью все бухло. Андрей, не пить, не пить, не путь, потому что... Андрей Петрович, представьтесь. Андрей Петрович, чернегов. Граф чернегов. Граф чернегов. Чернеговская. Чернеговская. Ну что ты будешь делать, ребята? У меня живот рвёт тоже. Не хочу закусить икорочкой. Ой, икорочкой в данный момент... Не хочется. Я хочу просушить горло, не хочу икры. Все, хорошо. Не хочу. Ты икорку сейчас будешь или ты по сушикам? Я по сушикам. Она по сушикам. Давайте наливайте уже. Давайте. В данную минуту эти бокалы развиваются чернеговским душевным, соблазнительным леписом. Чернеговским брусом. Ух ты, какова Люсь. Класс. Люси готовит. А ты, где такой фартушит появился? А я сегодня приобрела. Ой, какой красивенький. А я думала, а Люба, когда будет? Любочка на родах, она как только освободится с родом. Я рад, и этого я не скрываю. Граф Чернега. Коньяк не пьют из таких. Ну, ладно. Это настойка по-чернеговски. Николай по-чернеговски. Николай. У него конкуренты. У Николая конкуренты. Да, сады. У Николая нормальный парень, кстати. Понравился? Мне сегодня Андрей Ландыши подарил. Ой, какая прелесть. Как они пахнут. Андрей, хотя бы барабанит уже пока. Я за общей. Ой, какой. Расслабьтесь, давайте выпьем. Давайте выпьем. А потом я возьму трубку графа. Графа вызываю. Алюська, с приездом. Ура. Не ура, а тем-тем. Тем-тем. Я вчера так была расстроена. А потом думаю, 5 минут полета, то есть только другое. Мысли, говори. Давай, милая моя. Все. Ну, друзья, потом еще поснимаю. Немножко суета от встречи улеглась. Поэтому... Может, Андрей хочет сказать, что нету там телефона? А, телефона. Где телефон? В машине, Андрей? Нету. В машине, телефон. Ну, значит, дома в сумке. Ладно, ничего страшного. Маруся, как всегда, здесь. Она снималась. Если фары были включены, может. Надо подкуривать. Подкуривать надо. Ну, села аккумулятор. Андрей уже мне снимал, как я приехала. Ну, пусть тогда Саша приедет. Я не знаю, Сашка приедет, тогда подкурите вместе. А Сашка на чем приедет? Сашка же не на машине. Ну, мы на машине подгоним. А, Infinity подгоним, да? А у меня нету крокодила. У меня есть крокодила. У меня все есть. Хай стоит. Короче, от суеты, от счастья, от того, что приехала, забыли и фары выключить. Ну, Андрей же меня снимал, понимаешь? Он же фарковку мою и показывает все. Ребятушки, накрываем стол. Смотрите, какие замечательные цветы букет. Что у нас здесь? Люся приготовила шуба. Сразу говорю, это не какое-то супер торжество. Мы просто, ну, решили с семьей поужинать. Правда, Люся? Да. Тем не менее, пожалуйста, прошутто, колбаска копченая, салями. Шуба какая замечательная. Смотрите, какая она красивая. Вот она настоящая. Я очень-очень вкусная. Значит, приготовила плов. Значит, приготовила плов. И режу плеснявый слой. Оливье. Сейчас подойду, покажу. Это, помните, мы снимали лососика. Боже мой, я такая, так голодна, честно говоря. Это мы уже с Лизой похряцали, суши кушали. Мы с дороги приехали, но так кушать хочется. Люся говорит, да не хватайте, чтобы у нас все-то досталось. А что у нас еще? Что у нас еще? Бутерброда с икрой, плеснявый сырый. Сейчас будет колбаска. Это будет салтису, называется? Зельц. А, типа да. Зельц, девочки. Ну, у нас в нашем регионе, наша бабушка с деревни же, она выросла там, и поэтому называли салтисон. А это зельц. Ну, вот это зельц. Да. А это икра. Фирма. Обычно я беру другую на заказ, но я не успела. Какую-то, по-моему, другую тут раз мне передавала. Я беру чабычу. Российскую. Чабычу. А это что за икра у нас? Шаланда. А, Шаланда точно вижу уже. Зрение нулевое. Лиза, ты узнаешь, сырок любимого года? Она дома кушала у нас, лопала. Это другой, это сильно соленый вода. Ну, не сильно соленый, а такой больше соленый. Острый. Он такой пикантный. Ты не хочешь переодиться? Лизка переодиться, зайка. Ой, моя пикалочка. А Лиза тычет бокалом. Боже, ну что там? То это Николаевна Мочарова. О, Любанечка звонит. Да, Любуся? Ура, ждем. Они уже приехали. Давай, Люба. Кстати, надо было Люби, пускай подкурили. Ладно, пускай мужики занимаются. Ну, все аккумуляторы, все. Вот уж таки раздявые. Две. Ничего не надо. Все у меня есть, Любусенька. Честно, все есть. Хорошее настроение. Люба, ну все есть. Не трать время. Давай. Вот именно. Да, родная. Давай. Все, все. Лиза уже на поле. Ой, на поле. Лиза уже на поле. Я про Наполеон подумала. Я знаю. Так, это... А у нас какой будет этот... Люси, ты никакой джем ставить не будешь? Нет. Джем мы сегодня решили не ставить. Может и поставим. Может и поставим. Ой, это, кстати, мое шампанское не допитто. Это мое. А мое где? Допитто. Так, на, я свое налей мне. Плесните. Матер, ты думаешь, может быть... Шампанского. Я выпью до нас. Если вдруг не... Ну, не будет работать сигнализация, так, то есть электричество, то можно будет ключом открыть дверь. Да, он будет работать. Аккумулятор сел. Ну ты подумай. Его менять надо. Нет, он не мог сесть. Мог. Не мог. Ты ехал, он заряжается. Не мог. Нет, мог сесть. Фары немножко постояли, Андрей, включена. Это значит, что аккумулятор нужно менять. Сколько машине лет? Ну, 10 уже. С 13-го года машина? Да, 13-го. Плюс 7, 7 лет. Она меняет аккумулятор. Послушай, недавно у меня был сел шосткий аккумулятор, но там фары были включены. Да. Поэтому... У тебя фары были включены, остались. Вы находились тут час, понял? Час. Ну, слушай, ну ты же руководил процессом. За час фары не садятся. Садятся? Нет, аккумулятор. Аккумулятор садится за часа там 2-3 дня. Андрей, я была в салоне, у меня буквально за 40 минут сел аккумулятор. Это сдох аккумулятор. Сдох уже, сдох. Его менять надо. Значит, надо его сейчас подкурить. Ну, все, нет. Да, да, да. Слушай, а тут нет такой услуги, чтобы подзарядить аккумулятор? Нет. А вот тут он подъедет, или я в машину, или кто. Кинули и зарядили. Да и все. У меня там есть вот эти вот кусачки. Ну, все. Щипачки. Крокодилы. Крокодилы. Я глянул, у меня если есть, у меня зарядка, у меня было. Ладно, налей мне шампанского. Андрей, налей алгустенький шампанского, а? Больше коньяк. Конечно, будет. Давай, неси сюда. Не коньяк, а граф Чернега. Граф Чернега, вы будете собственно производство коньяк? Нет. Ой, покажи, бомба. Покажи, дец. Это бабушка наша готовила. Вообще бомбезный. Ой, Лиза, извини. Сапа. Мать, какие не могут. Друзья, собственного производства. Вкуснятина просто неописуемая. Я вам серьезно говорю, она настолько это все готовит вкусно. Она просто восторг. Это мечта. А где Льваня, кстати? Выезжает. А с роддома только? А, она пробок не видит. Че ты? В выходной день. А ну, сайте, дай. Так что мы бьем? Алеша. Чернеговский. Чернеговский. Все очень просто. Здесь новость. Прекрасно. Галевая. Точно будет нам на холесе, правда, после этого всего? Конечно. Не, я вот это уже еще поработаю или 10. И загрю себе ферму кролики, там гуси, лебеди. А как же эти, завод по производству? Все построим, все будет работать. Да? Сделаю бы канал чем директором. Меня. Манжулу. О, Алло. Алло, Васильевну. А я буду через канал, раскручу канал. Как раз я же еще вообще не... Что нам раскручивать, и мне зверь, и мне имя Чернега. О, чернега. Чернега. Ну, зашло. Кто, 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 граф Чернега? Ну, чернега уже, по князья, то графья. По графья, то князья. Да, из-за Люси. В нашей жизни то князья, то графья. Ну, нормально. Лис, да? Таня будет вас попить. Ну, давайте. Все, все, все. Давайте. Смотрите. Ой, Люся, у тебя горошек, и там как бы у горошек. Красиво, картинка. Малыш, что можно закусить? Что можно закусить? Да, любым закуси, Андрей. Ну, что, жалко, что ли тебе... Вот это так мы поживаем, друзья. Это суши. Андрюш, слушай, а ты же обещал на даче шашлык пожарить и приготовить шурпу. Ну, я его замариную, и вы будете жарить. Да? Здрасте. Такое было. Алла, это что за такое? Это новое. Слушай, будет это... Шашлык по-графски, я назовусь. Слушай, Андрей, это будет видео, порвет всех. Порвет YouTube-канал. Да. Можно сделать... Представляешь? Можно сделать так. Шашлык в графских имениях черниги, графа, конечно. Так. И супчик с бодуна. Мы не против. Да, ребята, мы не против. Давайте закусить. Давайте закусить. Очень тяжело открывается, зайка. Честно. Очень тяжело. Сейчас открываем икру и будем делать бутеры. А маселка? Есть. Финская любит масло. Я финская люблю. Я тебе даю тарелку, мажешь маслом и икорочку. Лиза, сделаешь бутеры? Лиза, мне обещала. Маруся, а кто тебя кормит? Кто тебя кормит? Кто тебя кормит? Кто тебя кормит? Малычу вот эту. Ой. Значит, уезжали с Лизой. Расскажу вам историю. Уезжаем с Лизой в Киев. Люся звонит в истерике. Говорит, а она как волк воет под дверью. У-у-у. Вот так вот. Потом она набрала мой номер телефона и говорит, слушай. Вот послушай. Ой, я как услышала. Я вообще такая не суеверный человек. Так вот, девочки, я не суеверный человек, но как услышала, как воет Маруся, мне просто стало жутко. Это капец какой-то. А как она выла? Она как волк кричала. Я такая еду, такая стоп, стоп, стоп. Раз, раз, раз на тормоз. Сразу в 100 километров в час. Вот реально, как-то аж, ну, как-то аж стремновато стало. Вот такая вот история. Поэтому, а Люся говорит, она просто скучает. Потом она, вот когда они как-то в Египет улетели, то осталась Танечка по дому у нас контролировать порядок в доме. Так вот, Таня говорит, Людмила сильно говорит, мне так страшно было. Как они, говорит, вылили. Ой, они. И она выла. Это, говорит, что-то страшное было просто. Поэтому Маруся такая девочка. Она просто скучала. И, в общем-то, она расстроилась, что мы уезжаем. Потому что она очень любит меня и очень любит Лизу. И когда мы уехали, то ей стала печалька-печалька. Поэтому она вот выла на весь дом. А Люся испугалась. Я говорю, боже, Алла, это что-то страшное. Так, я еще вам покажу. Ну, еще у нас есть один член семьи. Это Винька. Вообще он Вениамин. И вообще его Виски зовут. Почему Виски? Значит, когда приобрели этого котеночка... А где это? Это Влад нашел, да? Да. Значит, Влад... Нашел, а он его нам подарил. А, Владюшечка подарил Люсе котика. Я сейчас покажу, какой котик. И вот они приехали домой и говорят, ну, надо же замочить, ну, так сказать... А был Джек Дэниелл. Члена семьи. Ну, и на стол поставили напиток. Стоял у Люси Джек... Джек Дэниелл. Джек Дэниелл. Достали Джек Дэниелл, спили Виски. И говорят, ну, как же нам котика назвать? И тут говорят, а вот Виски и назовем. Поэтому Виски и назвали. Кстати, я вам сейчас его покажу. Он потрясающий, хороший кицко. Ну, такой вообще... Ну, он какой-то аутист, мы его называем. Он вообще ни с кем не общается. Не хочет ни с кем дружить. Ой, как волосы красиво мои ложатся. Видите? Люс, как тебе моя стрижка? Андрей, не надо много. Люси, как тебе моя стрижка? Как тебе мои волосы? Очень клево. Очень клево, сказала. Так, пошли покажу Вениамина. Так, пойдемте, друзья. Покажу вам Вениамина. Вообще, вот это его коврик, где он лежит. А вот это наш Виссарион. Висик, Виски, Вискулик. Привет! Висюсечка! Он такой вообще кабан-кабан-кабан. Аллочка только что ему водичку открыла. Попил водички и лежит на коврике. Он так любит в ванной комнате находиться. Хотя, я вам скажу, не маленькая. Это такая скромная, главная комната. Не буду ее показывать. Это такие, знаете, вещи очень приватные. Поэтому не хочется показывать. Кстати, а что не горит свет здесь? Я люблю, когда горит здесь свет. Ой! Привет, друзья! Это я. Дайте я вам себя покажу. Привет, привет! Люся говорит, Алла, ты когда блондинкой была, тебе было лучше. А этот, говорит, цвет волос, как-то вот, ну, вот как-то я не могу привыкнуть. А я говорю, Люся, мне очень нравится. Вот я не хочу быть блондинкой. Мне очень понравился этот цвет волос. Поэтому пока я буду в этом цвете. А еще, друзья, вам открою страшную тайну. Я хочу нарастить... У меня есть трессы. Меня Люся их презентовала. И я хочу нарастить вот такие вот длинные... Ну, вот такие вот волосы. Ну, я не знаю, еще наращивать или нет. Я еще подумаю и посмотрю. Господи, наведите. Поэтому я еще не знаю. Вот видите, сколько я всего прикольного, интересного вам показала нашей семье. Ну, прикольного, не прикольного, но что-то, да, показала. Потому что Люся позволяет снимать все. А остальные члены семьи ни в коем разе ничего мне не разрешают снимать. Печалька. Ладно, дождемся сейчас гостей. Ну, как гостей. Приедет наша подружка Любанечка. Мы оттрапезничаем и поужинаем. У нас такой скромный, семейный ужин. Ну, что, все? А ну, покажи, Андрюш. Пау-пау-пау. Неси. Как вообще икра? Пробовали? Зайкин, знаешь, что? Ну-ка, здесь попробуй. Я икра не очень люблю. Я икра это вообще. Почему плохо на пол на сон? Я очень... Ну, Люся, очень вкусный икра. Ну, я люблю черного. Нет. Ну, я люблю, а красную икра. А черную, да. А я больше красную. И я больше красную. Да? Вот все наши красную, а я больше черную. Тоже согласен. Ну, потому что они графской породы. Они не графской породы. Вот если граф и графиня, они всегда черные. А вот это? А вот это? А вот это? А вот это? Открывай окно, это да? На машину, на мою память. Ну, давай, да, да. На пенюшке. Сок у нас собрали. Ну, Андрюшечка, грильницу принеси, пожалуйста. Смотрите, уже понемножку мы еще больше накрываем стол. Ребята, вот как я и говорила, все очень камерно. Но это не день рождения, Владюша. Это просто мы решили поужинать. Сейчас приедет Любанечка, наша подружечка. У меня еще плов и красная рыба нагринется. Что будет еще, Люси? Плов и красная рыба стейки нагринется. О, так. Плов и красная рыба стейки нагринется. Ну, прекрасно. Па-па-па-пам! Любанечка, привет! Привет! Ой, как вы красиво смотрите с нашим вещам. Боже, я вас. Моя собачка, да? С Маруся. С Маруся сразу до Любанечка. Ой, чуть-чуть-бузи-бузи. Ладно, девочки. Так, секунду, секунду, секунду. Секунду, секунду. Разрешите представить. Это не только моя подруга, это моя сестра Алюся, ты знаешь, она твоя сестра тоже, она уже семья наша, это моя Любочка, мы работаем вместе, вот Люся, все к себе, мы вместе работаем, мы вместе отдыхаем, мы, не знаю, живем одной жизнью, я Любу очень сильно люблю, я очень сегодня рада и счастлива, что она приехала к нам в гости. Ура, 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 я тоже Любанечку очень люблю, когда ты сказала, что невзирая ни на что она сегодня у нас будет, а невзирая на что, как бы, сами понимаете, на что мы не будем об этом озвучивать, она будет с нами, это для нас большой счастье. Да, Люба не взяла всю свою семью, потому что, ну как бы, мы всегда с семьей собираемся, да, но, к сожалению, это дурацкий карантин, но так как мы работаем вместе, мы работаем вместе, мы живем вместе, поэтому живем вместе, нет, живут они отдельно, конечно. Подожди, переиграть надо, надо переигрывать, я это все покажу в публике, живут они вместе, ой, а эта, Маруська вырывается. Это же вообще май лав, это не то слой, это не мой тоже. А, кстати, ее зовут по паспорту, Элз вам лав, еще одна любовь, Любочка, Любонечка, ты выглядишь супер. Это же моя тезка. Какие вы красавицы, я вас обожаю. Так, друзья, плов, у нас еще плов. Итак, супер-мега блюдо уже готово. Так, чем ты нас удивлять будешь сегодня? Я сегодня еще приготовила восточный плов, причем я, кроме зиры и барбариса и чеснока, ничего не добавила. Ничего не добавила, целый букет пряностей, ничего не добавила. Так, так, па-па-пам, па-пам, открывай. Ва-а-а, боже, и чесночок. А, аромат, Люси, ты просто, я не знаю. А что, если мы покажем, что внутри? Давай. А, ну, давай-ка ложечку. Девочки, я, конечно, в шоке. Смотрите, какие мы хозяйки, и Люся, и я. Спасибо нашим родителям. Таких девчонок воспитали. Очень хочется посмотреть, и мне лично, что же у нас получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько мяса, какое красивое. Ой, аромат какой, короче, девчата, это капец. Ну что, мои хорошие, мои уважаемые подписчики, друзья, смотрите, стол у нас шикарный, готов. Это Вися кричит, так, Любовь? Да, он чесно. В истерике, боже мой. Шикарные суши. Смотрите, пожалуйста, вас таби. Пожалуйста, вам имбирь. Кстати, имбирь, видите, просто беленький, не красненький. Марусь, ну подожди, не тялкой. Поссорились? Короче, конфликт. У Виссариона и у Маруси. Это сыр, натертый чесночком. Это плов. Это салтисончик. Ну, хочу бейте меня, и называю это салтисон. Дальше. Пирог с красной рыбой. Она на него оказывает психологическое давление. Честно, я вам говорю. Это у нас шубка. Это у нас мои любимые сыры. Во-первых, вот это камамбер. Я его просто обожаю. Я его увидела, и просто у меня уже праздник. Дальше. Икра. Лосось на грильнице, который мы готовили. Оливье. Лосось. Напитки шикарные. Жан-Поль Шаней. Кава Брю Троссе. Могу показать. Покажи, пожалуйста. Я думала про Сека, как всегда. Это Кава Брю Троссая девочка. Это потрясающе шампанское. Очень приятное. Розовое. Это игристое вино. Игристое вино розовое. Это цветы. А там прошутто, шмашутто и копчености разные. Ну, в принципе, как бы и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!